В зале администрации свободной экономической зоны Гомель-Ратон, руководство области и города, политики, депутаты, представители партий, предприятий и учреждений. Сложная эпидемиологическая ситуация не стала преградой. Участники форума используют маски и социальное дистанцирование. На повестке дня вопросы, с которыми связано будущее страны. Список тем для обсуждения действительно широк. От партийного строительства до совершенствования сферы физической культуры и спорта. По каждой теме есть конкретное предложение. Среди озвученных предложений – пересмотр полномочий представителей власти, изменение порядка назначения глав администрации районов и многое другое. Экономика – важная часть диалога. Актуальная инициатива – создание клуба молодых лидеров. В перспективе его члены, активное и целеустремленное, станут будущими руководителями предприятий и организаций. Еще одна волнующая тема – образование. Пандемия COVID-19 внесла коррективы в учебный процесс, поэтому его законодательная основа также требует изменений. Мы предлагаем разработать нормативный правовой документ, который определит порядок организации санкционного обучения учащихся, создаст единую национальную систему электронного образования. Дискуссия на форуме оживленная и многогранная. Участники говорят о плюсах и минусах действующего законодательства, существующих проблемах и методах их решения. В бюджете на науку, мы считаем, образование медицины выделяется недостаточно средств. Понимаете? Если мы хотим, чтобы эти направления, как и были всегда на уровне, то, соответственно, и бюджетирование должно быть соответствующее. Совершенствование сферы культуры – тема, которой посвятили две панельные дискуссии. Предложения по развитию отрасли включают множество вопросов организационного характера. Внесение изменений, наверное, уже в узкопрофильное законодательство, которое регламентирует и какие-то штатные вопросы, штатно-численные, которые регламентируют и финансирование через День культуры, и в том числе регламентируют и некие статистические учетные показатели для зачета, и в том числе по внесению изменений в законодательство по поводу заключения целевых договоров на обучение специалистов в среднеспециальных учебных заведениях в сфере культуры и высших учебных заведениях в сфере культуры. Активное участие молодежи в диалоговых площадках подтвердило – ей не безразлична судьба страны. Молодые и инициативные предложили немало полезных идей. Самые актуальные прозвучали на форуме. Одна из проблем, которую выделили молодые люди, с которой они сталкиваются из года в год, выпускаясь из своих учебных заведений, к сожалению, они редко имеют представление о том, какую специальность они получают и редко имеют представление о своем настоящем рабочем месте. Поэтому было выдвинуто предложение на законодательном уровне закрепить за учреждениями образования и за нанимателями на постоянной основе ознакомление абитуриентов со своим будущим рабочим местом, со своей будущей профессией, что позволит нашим выпускникам более четко осознавать, куда они хотят идти учиться, и позволит выпускать более качественных, высококлассных, я бы даже сказала, специалистов, которые будут оставаться на своих рабочих местах и приносить им только пользу. Областной форум аккумулировал лучшие мысли прошедших панельных дискуссий. Регион сделал свой шаг на пути к переменам. Конструктивно и цивилизованно. Николай Скинтиян, Валерий Гопанько. Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова